Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 24 марта день Ефима и Сафрония. День назван в память святого отца Ефимия, архиепископа Новгородского и святого отца Сафрония, премудрого патриарха Иерусалимского. Отец Ефимий прославился праведной жизнью, который подавал пример другим. Блаженный Сафроний жил, любя премудрость духовную и внешнюю, девственную чистоту сохраняя от отробы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. В народе замечали, что к Ефиму и Сафронию прилетают зяблики и чибисы, а кукушка подает свой голос. Наблюдение за птицами в этот день предсказывало будущее лето. Если птичьи гнезда располагались на солнечной стороне, то лето будет холодным, а если в тени будет жарким. В народе существовала такая примета. После зимнего времени, как только услышать кукование кукушки, надо брякнуть деньгами в кармане. Так можно привлечь удачу и богатство. С этого дня начинались работы в саду, обрезка деревьев и прочие работы. Приметы Если сегодня был туман, снег быстро сойдет. Утром и ночью иней, на следующий день дождя не будет. Если холода прошли, будет теплое лето. Если сегодня порывистый и холодный ветер, весна будет прохладной. Талая вода, собранная сегодня, обладает целебными свойствами. Ее собирали и использовали для лечения полива растений, стирки, мытья головы и тому подобное. Очень интересный комментарий привела Анна Миронова. И он как раз ложится на тот, когда я рассказывал о макробиотике, о том, что природная среда человека, в котором он жил, его кухня, его устои, его все эти обычаи, разрушаются западной цивилизацией, которая вообще не имеет к этому региону никакого отношения с своими этими продуктами, своей одеждой, своими вот этими вот какими-то там привычками и прочими-прочими, знаете, вот нововведениями, которые разрушают жизнь человека, и люди начинают болеть. Так вот, смотрите, что она пишет. Григорий Анисомович Федосиев провел с 1948 по 1958 год в экспедициях по Якутии. Написал 8 книг об этом и эвенках «Северный народ охотников». Что удивительно, эти охотники жили по 20 оленей жизни, что приравнивается к 200 годам. Проводник Фадеева Улу Киткан 6 лет ходил проводником с Фадеевым в сложных северных условиях по горам, лесам, болотам, зыбям, гольцам. Начал в 80 лет, а закончил в 86 лет. Весил около 50 килограммов, не имел седых волос, передвигался как 40-летний человек, питался только мясом, от лепешек отказывался. Умер в 93 года трагически, замерз в тайге после пожара в палатке при 60-градусном морозе. А его друг-проводник дожил до 106 лет. Вот так, без клизм, сакотерапии, чистки печени и антипаразитарным мероприятием, охотники и венки питались только мясом. Лакомство у них было сырая печень медведя. И неуёмный аппетит выражался тем, что они могли обедаться мясом до отвала в ужин. Ночью продолжить это застолье в 3-4 часа под утро. Если могли, даже лёжа на маку, не имели болезни вообще. Как говорил сам Улукиткан, что он не болеет, а если случится смерть, то этот дух смерти придёт. И все без всякой хвори. Так и вышло. Так, кратенько я сразу расскажу. Вот смотрите, питались только мясом. У них что там? Морковка растёт. У них что там? Капуста растёт. Вот теперь смотрите, если мы, прочитав книги по сыроедению и, так сказать, вникнувшись, что это очень-очень-очень полезно, что это сырая растительная пища там, будем рекомендовать им это есть яблоки, бананы там, апельсины там, гороши, вишни и прочее-прочее-прочее-прочее. Чего у них нету? Проживут они долго или нет? Они привыкли питаться тем, что им даёт природа. И прекрасно к этому приспособились. Поэтому они и живут. И любой человек в нормальных условиях, нормальных условиях, неискажённых, вот этой вот цивилизацией, вот этой супер-дупер, которую нам все это внушают, будет жить, если будет следовать вот всем этим природным вещам. А в противном случае толку ничего не будет. И вот это как раз пример того, как люди живут. Продолжаем. Вот иногда смотрю на этих корниворцев. На этих корниворцев питания одним мясом. Как они выздоравливают от всех хворей своих. И у некоторых на 3-4 году такого типа питания уходит среди волос голову уже в преклонном возрасте 60-70 лет. Лично видела три женщины фото на корнивор питания с разницей в 3 года и полностью отсутствия седины по истечению 3-х лет питания одним мясом. То есть они питаются мясом, одним мясом и уже здесь питаются. Опять-таки, что это за мясо? Одно дело, если там олень это дичь, а здесь я не знаю, что там свинина, говядина, чем они питаются, курица, которая все это выращена на этих мясокомбинатах, этих мясных фермах. Это разные вещи. И вот дальше начинаю понимать, что мясо-то нам нужно. Мясо-то нам нужно. Но вот опять-таки разница в какое это мясо. Какое. Как вы к нему привыкли или не привыкли. В этой среде вот... Где вот мясо-то естественно, допустим, там больше ничего нет. Либо же вы это все пытаетесь как-то искусственно. Вот в чем вопрос вы себе задавайте. Далее. Потому как ни один мясоед и венк питаются одним мясом без добавления круп от рака не умер, ни от инсульта и прочих хворей. Ну так вот и венк. А для них вот эти продукты, макарошки и прочие вещи, крупы, это чуждо. Но нет у них так. И у них пищеварительная система и весь организм приспособлены вот к такому питанию. Так, современные венки едят все подряд, особенно любят макарошки. У них все болезни цивилизации. О чем я говорю? Пришла вот эта цивилизация, вроде вот это вот полезно, вот так, цяк, пятое, десятое. Разрушила все ваши народные устои. И, пожалуйста, пошел мор по этому самому, по народу. И при этом, при этом, опять-таки, вот эта вот цивилизация в кавычках пытается все решить с помощью, а мы сейчас вам сделаем там, допустим, модную процедуру, и вы не будете болеть и все там такое. Нет. Надо просто-напросто следовать тем природным условиям, в которых вы живете. Питаться, жить, действовать, двигаться, там, спать и так далее, и тому подобное. Вот тогда будет нормально. А если мы это ничего не делаем, там, смотрим фильмы, там, и пьем пивко, и так далее. И это считает, это цивилизованный образ жизни. Тем более, если на море лежишь, там, пивко холодное, ну, и прочее, прочее, прочее. Казалось бы, казалось бы, при избытке вот этих всех благ, а здоровья-то нет, потому что это не свойственно человеку, образ жизни и питанию в том числе. Так, причем еще дополняю, что у Луки Ткан не мог и дня прожить без индийского черного чая с сахаром, и пил его кипяток. А вот видите, индийский черный чай с сахаром. А вот тут бы, тут бы, хотелось, откуда он этот индийский черный чай берет? Раньше-то его не было. Значит, они пили какой-то свой напиток. Хотя бы тот же кипяток. Ну, понятно, что чай в 1940-х, в 50-х годах был настоящий, но сахар. Не вызывал сахарный диабет. Да, сахарный диабет вызывает не сахар. Это очень важно понимать. Мы думаем, что раз сахарный диабет, значит, это виноват сахар. Нет, опять-таки, во всем, будем говорить, вина нашего образа жизни. Мы не рассуждаем. Мы потребляем столько вот этих вот углеводов, которые нам просто-напросто не нужны. Потребителем сахара, вот этого, будем говорить, глюкозы, является клетка. И если мы этой клетке уже дали достаточно, будем говорить, питательных веществ, она не может их взять. А раз она не может их взять, значит, вот эти вот все, вся эта глюкоза, она просто-напросто болтается в крови, болтается в лимфе и выбрасывается организмом через там почки. Вот вам и сахарный диабет со всеми этими. То есть сахарный диабет, особенно второго типа, это уже следствие неправильного образа жизни, а не то, что мы там сахара переедаем. Так, причем зрение у данного старика и слух были лучшими в отряде, чем у молодых ребят, которым было по 20-30 лет. Умный подумает, а иной пройдет мимо, его ум ничто не зацепит. Добра и здравия. Я как раз, вот, еще разок повторю, что если вы хотите жить естественной жизнью, вот много различных течений там, много различных рекомендаций, раз вы живете на крайнем севере, в Якутии, значит, для того, чтобы стать частицей этого края, вы должны потреблять пищу, которая там, будем говорить, вводится, произрастает и получается. Если вы живете там, допустим, где-нибудь там в Африке, вы должны потреблять ту еду. Если вы живете, допустим, там на Средиземноморье, Средиземноморскую, вот, что ввела вот эта цивилизация, это то, что она все смешала, все смешала и в результате ничего хорошего не получается. Только действительно умный может разобраться.